Центр мы видим, бежим по территории храма центрального. Одно из зданий рядом с ним уже горит. Попытаемся здесь укрыться. Здравствуйте, не расскажете, как что произошло, телеканал Life News? Так как снаряд упал, взрыв, загорелось. И всё. Вы на сколько рядом находились? Да, в двух метрах от взрыва. Сидело в помещении внизу и всё. Взрыв произошёл, всё. А как это правильно называется помещение? Это трапезная. Комната охраны трапезная. Пожарные отреагировали достаточно быстро. Мы видим уже как минимум три пожарных расчёта. Тушат трапезную церковь. Тяжело выезжать? Скажите, ребята, во время обстрела на вот такие вызовы. Быстро, я здесь охранниками работаю, помогаю поджарникам. Вы просто помогаете, вы не пожарные. Быстро они приехали здесь. Тяжело работать, потому что открыл. Пошла вода! Сейчас, в общем-то, я думаю, в режиме без комментариев можно посмотреть, как всё это происходит. Ну, комментарии действительно излишни по той простой причине, что при цели украинской артиллерии оказалось, ну, мало того, что гражданский объект абсолютно, это кафедральный собор, повторюсь. Вот. И трапезная горит. Снаряд попал, по всей видимости, прямо в крышу. А, ещё вот такой момент мы видим, что соседняя Даня тоже пострадала. Осколки, по всей видимости, были достаточно крупные. То есть, возможно, даже и не 120-мм снаряд, а ещё большего калибра, может быть, 200-го или 240-го. Не секрет, что украинская армия всё более тяжёлую технику, артиллерию подтягивает как раз горловки и к этому самому дебальцевскому котлу, возможно, помогая. Хотя вот здесь сложно оценить помощь, когда речь идёт действительно о гражданских объектах. Тем 8 тысячам украинских солдат вырваться из окружения, ну, повторюсь, помощь сомнительная довольно. Проводят крыши пробитой. Увидим масштабы разрушения, пахнет гарью. Произошло это, видимо, меньше получаса назад. Назад, как только начался обстрел, мы ещё это время скрывались, прятались, если правильно говорить, от обстрела в подвале, в здании, буквально в 500 метрах отсюда. И слышали, как именно в этот район прилетали снаряды. Подожди! Сюда, 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 заходим, 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 заходим. Выстрелы слышали. Очередные нас просят спрятаться сюда. Все, в общем-то, кто находился на улице, сейчас, ну, на цокольный этаж храма спустись. Храм уже давно является бомбоубежищем. И в неслужебное время, когда служба не проводится на территории храма, мы открываем все двери для того, чтобы люди здесь спрятались. С июля месяца в храме по разному количеству скрывалось от 400 до 60 человек. Во время сегодняшнего обстрела в храме также были люди. Но увидели, что храм не сильно пострадал, больше пострадала трапезная. В этой трапезной постоянно обедали клирики, сотрудники собора. А также готовилась пища для тех людей, которые на сегодняшний день не имеют ничего. Мы кормили около тысячи человек ежедневно. К сожалению, на сегодняшний день мы уже не знаем, где мы будем дальше готовить для них пищу. Мы, конечно, надеемся, что мы что-то придумаем. Но то единственное, что было у людей, умерных, которые ни в чем не виновны, и которые зачастую являются жертвами в этой войне, у них отняли последнее. Как рассказал Новосвященник, действительно, те, кому негде прятаться, приходят скрываться от обстрелов в храм. И мы видим, что даже во время артиллерийских ударов украинской армии по горловке службы здесь, на нижнем этаже храма, не прекращаются. Как мы видим, пожар потушили достаточно быстро, в течение, наверное, 15-20 минут. Но, тем не менее, в рабочем состоянии вряд ли в ближайшее время будет это здание. Слышим разрывы тоже на другой окраине города. На одном из этажей самого храма также выбиты стекла. Семен Пеков, Александр Мельников, Александр Левин. Live News. Горловка.